Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова прошу уделить несколько минут вашего времени, чтобы проанализировать тот новостной фундаментальный фон, который у нас сложился под конец недели. Изначально мы с вами знали, ждали то, что два важных очень для американского рынка, для доллара отчета у нас как раз были запланированы на окончании недели. Сегодня мы с вами анализируем данные по ВВП и заказан товар длительного пользования. И начинаем уже вплотную готовиться к следующей неделе, когда нас будут радовать Non-Farm Perils, статистика по рынку труда и еще заседание американского регулятора ФРС с возможностью пересмотра текущих параметров денежно-кредитной политики. Это тема номер один для рынка, поскольку все без исключения продолжают спекулировать на сроках и количествах раз, на которые отважатся американские регуляторы касательно повышения процентных ставок. Об этом говорим и мы с вами. Начнем мы давать традиционность нефти. К сожалению, нефть не смогла порадовать нас динамикой последнего дня, потому что мы видели роста, актив снова оказался выше 56 долларов за баррель, сейчас котировки 56.47. Но не забывайте то, что у нас на десерт сегодняшнего дня отчет Беккер Хьюз, который на прошлой неделе стал серьезным фактором распродажа нефти. И если мы сегодня, я в этом не сомневаюсь, в очередной раз увидим еще одну прошедшую неделю, вследствие которой количество нефтяных терминалов сланцевых производителей в США увеличилось, мы с вами тут же используем эту поддержку для нашей короткой идеи, собственно, так же, как и сделают большинство участников рынка. Нефть растет. Не нужно умилять значимости от текущей динамики, но нужно быть реалистом. И отмечая позитивные факторы, это все то же самое соглашение, которое притворяется в жизнь, которое поддерживается регионами, членами сделки ОПЕК по ограничению производства. Сейчас все это соблюдается, мы помним и слова министра Саудовской Аравии о том, что регионы действительно ответственно подошли к данному соглашению. Никто не хитрит и, соответственно, не мудрит, и все ограничивают производство в соответствии с теми условиями, которые были определены. На текущий момент с рынка убрано уже полтора миллиона баррелей. Это еще не 1,8, как планировалось, но все равно это единственный позитивный фактор, который сейчас присутствует. В то же время мы с вами отметили и наличие тех событий и того новостного фона, который нейтрализует этот положительный эффект, и этим новостным фоном является США. Рост добычи продолжается. Мы помним, что вчера, когда, точнее позавчера, вышел отчет по запасам нефти, они выросли на 2,84 миллиона баррелей за неделю, и параллельно с этим был опубликован отчет по добыче нефти. За неделю производство в США выросло на 17 тысяч баррелей в сутки, и, соответственно, в рамках месяца мы можем надеяться на 50 тысяч. Хочу также отметить то, что только за последние 6 месяцев добыча нефти США выросла на 6,3%, доверяя общий показатель, почти до 9 миллионов баррелей в сутки. Это очень много. Поэтому на Штаты я снова предлагаю делать ставку, как и раньше, считая то, что этот регион будет еще для нас интересен, как, возможно, основной, чтобы оправдать снижение нефти. И я надеюсь, что сегодняшний отчет от Беккер Хьюз порадует нас, как трейдеров, делающих ставку на коррекцию, и сможет притопить, собственно, этот инструмент снова ниже 55 долларов за баррель. Российская валюта против доллара 60.23, как мы с вами и планировали увидеть рубль выше 60. Собственно, наши призывы были услышаны. Но здесь важно отметить то, что ключевая причина слабости рубля – это решение Минфина России снова начать операции валютного интервентного вмешательства на российском рынке. Эти операции будут начаты с февраля 2017 года, то есть уже буквально через неделю. Министерство финансов будет активно скупать иностранную валюту. Пока вроде бы как предварительно речь идет о 50 миллионах долларов в день. Но я думаю, что этот показатель может быть вполне увеличен даже до сотки. цели – это снизить волатильность на валютном рынке. Но, опять же, истинная, наверное, цель. И мы видим то, что все монетарные власти уже начинают предпринимать усилия, направленные на то, чтобы сдержать дальнейшее укрепление курса российской валюты. Если речь идет о стабилизации рубля на текущих значениях, в принципе стабилизация рубля, то для того же самого Центрального банка, для Министерства финансов под понятием стабильности курса российской валюты, наверное, с учетом текущих цен на нефть сопряжена со значением 62-63 рубля за 1 доллар. Скорее всего, именно к этому значению будет стремиться пара в самое ближайшее время. И это наши с вами, как вы помните, целевые ориентиры, о которых мы помним и на которых мы также хотим увидеть российскую валюту против доллара. Против рубля действует еще и рост американца. Сегодня, еще сейчас чуть позже поговорим про перспективы доллара японской иены, про те ожидания, которые присутствуют на рынке. Налоговый период в России также завершен. И нет еще одного былого фактора поддержки для рубля. В общем, сейчас все против российского валютного инструмента. Единственное, что если цены на нефть сейчас попробуют еще оказаться повыше, я в этом на самом деле сомневаюсь, тогда, может быть, рубль снова вернется в район 60. Но потенциал снижения нефти куда выше, так же, как и мы говорим о значительном потенциале ослабления рубля. Фонд против американца. Сейчас котировки 1,2567. Стоит отметить то, что британцу, судя по всему, очень понравился статус одного из самых волатильных торговых активов, поскольку вот уже который день мы видим серьезную динамику. Вчера пара пыталась пробраться выше отметки 1,2650, но силенок не хватило на то, чтобы закрепиться выше, и после этого последовала коррекция. В центре внимания трейдеров был отчет по темпам экономического восстановления британской экономики постфактум уже тех данных, которые мы с вами увидели. Можно сказать то, что отчет очень даже хороший, и он не просто сигнализирует о том, что британская экономика, даже несмотря на факт Брекзита, сохраняет неплохой импульс роста, но и говорит о том, что Англия, возможно, сейчас может посоперничать, опять же, с динамикой по росту за статус самого динамично растущего, развитого рынка США. Может быть, даже уже обогнала. Но у нас сегодня как раз статистика по ООП США. Вот посмотрим сначала реальные цифры, а потом уже будем проводить параллели. Что касается данных, 0,6% в квартальном выражении прироста в годовом плюс 2,4%. Но вместо того, чтобы вырасти на хорошей статистике, мы видели, как пункт просел. С чем это было связано? Я думаю, что основная причина, что параллельно с цифрами по экономическому росту, были представлены еще прогнозы того, что нужно ожидать от британской экономики дальше. И эти прогнозы уже куда менее радужные. Потому что в 2017 году, мы знаем, уже точно дело дойдет до процедуры Брэйзита. То есть это уже не будут кулуарные обсуждения. Это станет запущенным процессом со всеми вытекающими отсюда последствиями. И негативными, конечно же, для национальной экономики. И сейчас эксперты рынка отмечают, что основной причиной слабости экономики Англии в 2017 году станут низкие значения потребительской активности. Я с этим абсолютно согласен. Мы, между прочим, об этом с вами говорили еще больше квартала назад. Отмечаю то, что рост индекса потребительских цен, который является следствием наслабления курса фунта, он как раз и приведет к снижению потребительской активности. Поэтому, друзья, долгосрочно, как и раньше, у нас с вами медвежьи ориентиры. Но, краткосрочно, я все-таки допускаю возможность еще одной попытки пары фунт-доллар пробраться в район 1,27. Также из позитивного фактора, который может стать причиной оправдывающей еще состоятельность краткосрочного ралли, это, собственно, то, что правительство опубликовало законодательный акт процедуры Брекзита вчера поздним вечером, ну, разумеется, по московскому времени. Это значит то, что у Терезы Мэй есть полномочия инициировать 50-ю статью Лиссабонского договора, но только после того, как этот законопроект будет обсужден в парламенте. А до этого мы уже получали свидетельство того, что голосование пройдет сразу в двух палатах парламента. Инициатором, собственно, выступила сама Тереза Мэй. Сейчас есть еще надежды на чистую процедуру Брекзита, то, что окончание этой эпопеи будет в виде соглашения, которое устроит всех, то есть без каких-либо промежуточных итогов, договоренностей. И, соответственно, если Англия по-прежнему будет пытаться сохранить доступ к единому европейскому рынку, может быть, даже пойдет на какие-то требования со стороны европейских стран для того, чтобы удалось это сделать, тогда настроения могут улучшиться. Ну, конечно же, это сверхоптимистичный расклад. Это лишь один из сценариев. Я его обозначил поскольку-поскольку сам, честно говоря, в него не верю, потому что, как и раньше, больше настроен на то, что фонд еще повидает свои минимумы. Но до старта официального 50-й статьи, это до марта, соответственно, 2017 года, у нас есть возможность поспекулировать с точки зрения длинных сделок. Доллар японская иена. Здесь у нас рост и хорошо, потому что нефть чуть подпортила нам настроение, но вот американец, спасибо ему, реабилитировал, собственно, наш настрой перед выходными, потому что рост доллара, он приводит к слабости ряда других активов и к приближению к цели тех идей, которые базировались, в принципе, на укреплении позиций доллара. В частности, американскую валюту поддерживает сейчас много факторов. Мы видим то, что в целом сейчас даже растет спрос на рисковые операции. Опять же, если кто-то сомневается в этом, посмотрите, что творится сейчас на фондовых рынках. Это американская фондовая секция на исторических максимумах, европейский фондовый рынок многомесячный, а это, в принципе, тенденция всех сейчас глобальных мировых фондовых площадок. В центре внимания сегодняшнего дня будут данные по ОВП в 16.30. Кстати, эта статистика выйдет, мы за ней также будем следить. Соответственно, очередной сильный отчет. Судя по прогнозам, именно такое мы увидим. Стояние подтверждение того, что макроэкономическая картина по-прежнему складывается самым лучшим образом для экономики США, что создает хорошие условия для дальнейших решений по повышению процентной ставки. Заседание ФРС состоится уже на следующей неделе, 31 января. Соответственно, это важное событие для тех, кто ищет более серьезный фундамент для поддержки длинной идеи по доллару. Я надеюсь, что заседание ФРС, пусть даже и без изменений процентной ставки, будет в довольно жестком ключе в плане риторики, поскольку у нас есть уже основания, исходя из того, что мы слышали от представителей ФРС ранее, делать ставку на такой расклад. Я жду сегодня сильных данных по, как отметил ВВП, по заказам товара длительного пользования. И, соответственно, не забывайте то, что вчера у нас уже были неплохие основания для того, чтобы дождаться сегодня хорошей цифры по ВВП в виде активности, соответственно, в секторе услуг. В частности, по вчерашнему отчету 55,1 с 53,9. Также очевидный рост. И рынок труда. Заявки на пособие по безработице 259 тысяч против прошлого 234 тысячи. Здесь у нас настоящая историческая тенденция. 99 недель подряд уже показатель ниже 300 тысяч. Соответственно, в рамках следующей недели мы будем говорить уже о своеобразном юбилее в 100. И с заявками на пособие по безработице, фактом сильного хорошего отчета, мы с вами подойдем к Non-Farm Pails, который традиционно у нас на первую пятницу месяца. В данном случае это следующая пятница. То, что доллар и японская иена растет, это, опять же, ожидания реформ Трампа, о которых мы говорили уже вдоль и поперек, многократно. Множество минут уделили для того, чтобы оценить последствия ожидания. Но то, что сейчас трежерис американский растут и индекс доллара, это также доказательство того, что сейчас все в предвкушении серьезных реформ, обещанных, которые будут стимулировать экономический рост. Поэтому доллар у нас активно подрастает. Хочу также отметить оппонента доллара, японскую валюту. Сегодня вышли данные по индексу потребительских цен в Японии ранним утром. Отчет снова плохой. 0,3% в годовом выражении с 0,5%. То есть очередной спад и еще одна вероятность, дополнительная вероятность того, чтобы Банк Японии по-прежнему говорил о возможности сохранения мягкой экономической политики, которая направлена на расконы индекса потребительских цен. Евро-доллар снижается. Это следствие сильного американца. Причина номер один, причина номер два и причина номер три. Ну и еще про фундамент можно сказать высказывание представителя Европейского центрального банка Велироя, который отметил очень скромные показатели экономического восстановления. Такой же прогноз на 2017 год для еврозоны в целом. И высказывание председателя Бундесбанка Уайдмана, который считает, что индекс потребительских цен, если доберется до своей цели в 2%, это произойдет не как думают многие в 2018 году, а не раньше 2019. Я с такой оценкой согласен. Тем более, что продолжают ставить на ослабление нефти, а снижение цен на нефть снова вернет индекс потребительских цен в рамках еврозоны ниже 0,8%. По другим валютным парам все без изменений. Сегодня у нас нет фундамента, за который можно засыпиться, чтобы посмотреть на прочие инструменты. Сегодня в центре внимания доллар у нас и нефть, потому что сразу два отчета по, соответственно, американской экономике. И еще Бейкер Хьюз – это тот релиз, который повлияет на котировки нефти. Я надеюсь, что под конец дня все трейдеры снова вспомнят о том, почему все-таки этот актив, черное золото, должно оправданно уже стоить гораздо ниже. И какая угроза идет со стороны до предложения американской экономики. Собственно, на этом все. Огромное всем спасибо за внимание. Удачного вам завершения торговой недели. Увидимся, соответственно, с вами уже на следующей неделе. Как и всегда, в понедельник дважды. Сначала на брифинге, а потом и в ходе вебинара. Правильный понедельник. Не забывайте подписываться на наш канал, смотреть все свежие, актуальные выпуски, оставлять ваши комментарии, задавать вопросы. Ну и ставить лайки большие, пальцы которые имеют для меня очень большое значение. Всего доброго, до свидания.